Расскажи, что тебя в первую очередь сейчас беспокоит, ну, физически? Рука и обе ноги. Край и сгиб. Я сильно отбил прям приступ. Он когда наносил удары, именно вот лоу-кики, казалось, ты знаешь, как ков-кики, которые в последнее время очень популярные стали, которые отключают ногу. Вот как у Шона Умели была история, как у Генри Секуда с Димитриусом Джонсоном была история. Он мне первый лоу-кик дал, я просто хотел шагать угол. Пошлите домой. Пошлите домой. Да, я тяжело, больно. А в какую часть он попал? В игровую. Это когда нерв отключается? Да, там какой-то нерв, не знаю, это незащищенное место, его никак не защитишь. Не знаю, потом ставишь, подставки все равно пробиваются. Каждый удар чувствуешь. Очень коварно, очень опасно. В конце первого раунда о чем ты подумал? То есть был ли это момент, что ты расслабился, ждал концовки? Да, да, я думал, ну, концовку отбегаю, и тут бах, флешка. И ноги ушли. Не знаю, я сел на стул и сказал себе, что нет, и так я не уйду отсюда. Это мой бой, я его выиграю. А было физически неприятно? То есть пришлось ли тебе восстанавливаться как-то или ты сразу понимал, что... Да, немного, немного. Я к углу ушел, у меня немного так все плыло. На стул сел, дали водички попить. Холода, я пришел к себе. То есть после удара я хорошо поймал флешку эту, поплыл. С его стороны удивляло, ты носил очень жесткие удары по корпусу, прям даже в зале было слышно. Понимал ли ты, что, например, ему это реально сбивает как-то дыхание? Я ему бил, он делал вид, что он не чувствует, но я понимал, что я ему сбивает дыхание. Вот, и потом после удара моего по печени, не знаю, там, по-моему, рукой, это в конце второго, середина второго уже не помню. Я его на глазах прочитал, что я подпробил, и вот это был, знаете, такой звук я почувствовал. В третьем раунде у меня тоже фронт-киком подзбил дыхание, попал. Мы обменялись такими. Но мои удары сработали, я ему сбил дыхание. Вот, из-за этого он мне не смог звинтить темп. Когда слушал судейское решение, понимал ли ты, в чью пользу оно будет? Да, я понимал, что я выиграю, но просто я думал, что раздельно. Почему раздельно, а потом вспомнил, что в первом болтанулся. А так я был уверен, что я выиграю. Он просто прессинговал, но это так бои не выиграют, когда ты просто идешь за соперником и хаваешь удары. Поэтому я знал, что я выиграю. Просто первый бой 10-8 я отдал. После твоего предыдущего боя Петр Ян, когда оказывал тебе поддержку, там, в сторис, он говорил, что там, братан, нам надо перестать что-то кайфовать, надо приступать к работе и все такое. Не, не кайфовать. Нет, он сказал, что когда меня нет рядом, что происходит, какая с тобой какая-то фигня. Что в ринге, что за рингом. Ну, так на самом деле и в жизни. Когда он не бывает рядом, и что им бывает чудер. А в чем это проявляется? Коротко, мы же пацаны с улицы, и с пацанами многое что случается на улице. Заносило в разные стороны. Это перед предыдущим боем было тоже? Да нет вообще по жизни. Мы же давно дружим. Тедой ММА еще был. Сейчас все по-другому. Сейчас все нормально, у меня же семья. Все равно на нас ответственность. Мы же взрослеем, мудрее. Поэтому это все в прошлом. Если читать комментарии под интервью с тобой, кто-то тебе желает из Казахстана, что типа Ильяс, не надо ездить в Казахстан на подготовку, потому что там затягивают в гости, там отвлекают и все такое. Чувствуешь ли ты это, что реально тяжелее тренироваться в Казахстане, потому что ну просто слишком гостеприимно получается все? Знаешь, это как ты себя настроишь. Если ты приехал туда кушать, ходить по гостям, то ты это будешь делать. А если ты приехал туда работать, ты будешь работать. Смотря, зачем ты туда едешь. Если ты едешь, что кайфовать, ходить по гостям, ты будешь это делать. А если ты приезжаешь туда работать, то ты будешь работать. А ты отказываешь себя? Я приезжал туда работать. Я чисто по воскресеньям ездил до родственников, кушал мясо, либо друзей, кто меня звал. Поэтому близкие мои родственники, там и близкие, там друзья, да, они все понимают, что если я не приду, значит у меня тренировочный план, я не могу себе там что-то позволить. Поэтому зачем едешь, что и получаешь. Вот так. Есть места, куда тебе было бы интересно поехать? Да, хочу поехать. В Дагестан, в Асятью я хочу съездить. Конечно, поеду по-любому. Тоже хочу к ребятам съездить. В клуб Горец, в клуб Доманапу, в зал. Поэтому в планах есть. Я же говорю, не все сразу. Я, в принципе, что с 18-го года дебютировал. Поэтому все впереди у меня. Ты начинал тренироваться у Александровича Шлеменко, в Омске. А не было мысли туда, например, попробовать в какой-то подъеду поправиться? Я у них перед дебютом проходил сбор. Я дебютировал от них. У Александра Павловича тоже хорошая работа. Поэтому, конечно, я к ним еще пойду. А так, когда я нахожусь в Омске, у меня там тренер Каратман Магомбетов, спортивный клуб Лега Стали, и также тренер по борьбе Емелянов-Георгий, клуб Ермак, я хожу туда. Поэтому, конечно, и к Шлеменко я тоже буду ходить. Не все сразу, просто не всегда получается. Я постоянно у разъезда. Поэтому туда я тоже обязательно попаду. Сейчас у Петра и у его команды очевидно есть конфронтация с командой Алджимейна и Стерлинга. Вот как ты реагируешь, например, на интервью, которое видишь в исполнении Алджимейна, Мираба Двалишвили? Вот такие моменты. Да как, как? Ну, знаешь, они себя по-скотски ведут. Че Мираб этот, знаешь? Ну, понятно, это твой друг, да, но говори по факту, говори по существу, но он же себя неправильно ведет. Как так можно зарабатывать? Ну, там не было ценно-правильно. Просто там была такая ситуация, он сидел на картах, и у Петра были руки на ушах. И он вроде с ним поднимался, и получился такой удар. Это че, ну, титульный бой, все бывают эмоции, правильно там. Угол еще, угол. Имел в виду, что ап-ап, ну, бей. Имели в виду рукой, понимаешь? И тут, ну, как все сработало, надо реально и по факту рассуждать. А то, что ты там илонный друг, да, ты, я не знаю, там, спишь с ним или что, ешь, там, ты говори по существу, ты мужчина, мы занимаемся самым суровым, самым мужским видом спорта. Да, и тут ведете себя тут как бабы. Джамин тоже себя неправильно. Вот ты выиграл, выиграл, не веди себя по-скорски вот это движение. Кому что ты показываешь? Ты чемпион, на тебя дети смотрят, на тебя все сообщество, ММА смотрят, а ты себя так ведешь. Мы, там, не знаю, мы же гладиаторы, мы все воины, занимаемся таким делом, и ты на камеру, там, такие движения делаешь, ну, что ты дурак, что ли. Поэтому, ты правильно себя ведешь. Разница в менталитетах, ну, вот у нас, например, это гладиаторы, да, как воспринимается, а у них это, ну, просто бизнес, и как бы в плане бизнеса он поступил так, как... И у нас это тоже все воспринимается, мы тоже как к работе, как к бизнесу относимся, но мы же себя нормально ведем, достойно, правильно, и у нас треш-ток тоже там, ну, то есть, в меру все. Ну, а вот так, просто треш-ток, и когда ты чемпион, это совсем другое, ты должен себя по-другому вести. Последнее, вот ты говоришь про Мераба, что тоже не очень понимаешь, что он говорит, но он же его друг, вот, например, если Петр оказался в такой ситуации, вряд ли же ты бы, например, как-то по-другому говорил, чем вот... А я тебе скажу, Петр бы себя так и не вел бы. Поэтому тут сто процентов так бы не было. Петр бы даже его не одевал бы и даже бы не говорил, да, вообще отпадает этот вопрос. Кто же я там, и он и друг, там еще что-то. Просто это отпадает. Такого бы не было. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт 24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо. И Петр предлагал сделать такой бой, ну, чтобы он подрался с Алджемейном, а ты подрался с Мерабом в Вилишвиле. Насколько, как ты думаешь, ну, еще можно покачать эту тему, и насколько это, ну, могло бы быть интересно, учитывая, что отношения, кажется, что с каждой неделей там накаляются? Конечно, нам охота это сделать, и мне охота подраться с этим Мерабом, да, но я понимаю, что он сейчас там на шесть побед, ну, идет из серии на шести победах все в UFC, да, и бой со мной ему, ну, просто неинтересен. Это так же, вот сейчас я до вас интервью давал человеку, он говорит, мне там кто-то с первой пары вызов кинул, Башкин, Башкин, Бабкин, Бабкин, даже не знаю, что это за парень, поэтому, ну, понятно, что много кто хочет, ну, нужно достичь определенного уровня, определенного рейтинга, чтобы ты был интересен, я так считаю, я понимаю, что я так же, Мерабу, да, я не интересен. Ты вот разговаривал с Ильясом по поводу того, вот, как сейчас себя позиционируют, и что говорит команда ЛГМ и на Стерлинг, и он высказывал свое мнение относительно того, как на это смотрят, а как ты на это смотришь, то есть следишь ли ты за этим, и возникает ли у тебя на этой почве что-то личное появляется, вот, в частности, к тому же Дуэлешвиль? Да нет, личного-то ничего у меня не появляется, просто тут весь вопрос же в Стерлинге, просто поступил, как не мужчина, я не знаю, ну, как ты можешь этот пояс поднимать, там, фотографироваться с ним, просто, ну, я не знаю, не стыдно тебе, совести, что ли, у него нет, я не знаю, как еще назвать. Для нас это непонятно, для, наверное, для российского, для русского народа эти моменты никогда не будут понятны. Он ведет себя как чемпион, хотя, то он такой вообще. Просто Петя его разбил во всех аспектах в борьбе, навтыкал его, заборол его, и, не знаю, сейчас он ходит с поясом, считает, что он чемпион. Просто, клоуна такая.